Было изготовлено приспособление для выполнения шар в шаре на базе токарного станка Т-65. Для этого на шпиндель устанавливалась такая вот оправка с устройством зажима. В обеих деталях были выполнены сферические поверхности, чтобы закреплять шар. На суппорт устанавливалось вот такое приспособление вместо резцедержателя. Рукояткой продольной подачи это устройство может двигаться вдоль оси детали. И на этом устройстве расположено поворотное устройство с приводом вот этой ручки. Когда мы вращаем эту ручку, значит это устройство поворачивается относительно вот этой вот оси. На этом устройстве последовательно закрепляются вот эти вот 9 резцедержателей. Начиная с самого маленького резечка для выполнения первой канавки внутренней и кончая с самого большого резца для выполнения последней канавки. Эти вот резцедержатели устанавливаются на поворотную часть и значит при вращении этой рукоятки резец совершает движение по радиусу. Предварительно в шаре сверлится отверстие и получается ступенчатое отверстие, начиная с самого маленького и кончая с самого большого отверстия ступенчатое. После этого резец заводится внутрь и вот это вот движение происходит до тех пор, заводится таким образом, чтобы центр вращения шара совпадал с центром вращения резца. То есть если смотреть сверху, чтобы они были на одной оси, то есть они расположены на одной вертикальной оси. То есть заводится вот так вот внутрь и имеется для этого упор, регулируемый упор, чтобы не по лимбу, а по слепую можно было ставить на упор. То есть при установке суппорта верхней части на упор получается центр вращения резца совпадает с центром вращения шара. С центром даже самого шара, если смотреть сверху, то есть на одной вертикальной оси. И при вращении окатывает резец, ходит по сфере, по радиусу. Имеется также регулируемый упор, чтобы не ловить каждый раз углы, а вот этот упор упирается в штифт. То есть вращение ограничено упором. Затем после выполнения канавки он возвращается в исходное положение и резец выводится из шара. Потом меняется резцедержатель, ставится следующий резцедержатель. И последовательно выполняются все канавки внутри шара. Предварительно размещенный шарик устанавливается вот в такую оправку и поджимается вот такой вот типа накидной гайки. После того, как шар выставлен, производится последовательное сверление отверстий, предварительно произведя центровку. Начинается сверление сверлом диаметром 2 миллиметра и и последовательно производится сверление сверлом до 16 миллиметров. Самые большие отверстия растачивал разверткой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, как были расточены все отверстия, начинается непосредственное выполнение канавок, образующих шары. Для этого последовательно устанавливаются резцы, начиная с номера первого. Устанавливается резец. И подаётся вперёд. Включается. Резец доводится до упора. И начинается постепенное его поворачивание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Резец повернулся на необходимый угол. Возвращается в исходное положение. И выводится. Резец снимается. И ставится резец номер 2. Точно так же резец заводится. И поворачивается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Происходит Форма образования шара. Резец возвращается в исходное положение. И так повторяется 9 раз. Все 9 канавок прорезаны и можно будет приступать к выполнению следующей стороны шарика. Четыре стороны у шарика выполнены, то есть на каждой стороне выполнено по 9 канавок. Остается еще выполнить на 8 сторонах и тогда внутри окажется 9 шариков расположенных друг в друге. В итоге получается такой шар, в котором расположены 9 шаров друг в друге по принципу матрешки. Самый маленький имеет диаметр 6 мм, диаметр шара 39 мм. Далее накладываем с задней стороны шариков расположенных руководителей, что мы сейчас имеем в виду. Может быть, они не должны работать, но могут ли они не прорезать и не поворотность. Продолжение следует...